Нет, 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 не портся, нет! Я думала, все будет так просто. Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Мы начинаем новый такой влог, но сегодня он будет тематически. Сегодня мы будем делать буквально за 30 минут всю прихожую кирпичными... кирпичиками, кирпичиками будем делать. Это вообще моя мечта, я очень люблю интерьеры с кирпичиками, все мне очень нравится, долго я искала, как же я могу это сделать, что-то мне то в руку не шло, то очень дорого, то очень долго, то геморройно само по себе, вот. Ну а я как девочка просто хочу белые кирпичики, и искала самые простые способы, как бы это сделать. И наконец-таки в Леруа Мерлен появились кирпичи! Та-дам! Девочки! Вот такие кирпичи! До этого в Леруа я брала пластиковые кирпичи, они до сих пор у меня лежат на балконе, я сюда вставлю, подсниму, но они были серые, и идея была моя наклеить их на стены и покрасить в белый цвет. Ну представляете, да, во-первых, наклеить их не так-то легко, дополнительным клеем там нужно все это клеить, отрезать их нелегко, потому что те серые кирпичики я уже делала. Может быть, кто помнит, на старой квартире мы там тоже с вами мудрили фон, и я серые кирпичи туда делала. Так, помощница моя пришла. Вот, и все, ну, этот момент отталкивала и не хотела делать. Здесь же, смотрите, просто кирпичики готовые, белые. Единственное, что меня смущает, вот немножечко, видите, они не такие матовые, они немного какие-то, все-таки отблеск может идти. У меня есть идея покрыть их матовым лаком, но сначала мы их сделаем на наши стены, что я планирую. Это вот моя прихожая, кто не видел. Она довольно-таки большая. Белых, ну, как бы стен, куда можно наклеить, не так-то много, в принципе, работы не будет много. Здесь стена, вообще я хочу сделать все в потолок, все вот так кирпичами, кирпичами заделать, заделать. И должна быть супер красота. У меня здесь их 15 штук, стоит одна 250, что ли, рублей с чем-то. Короче, вот мне 15 штук вышли на 4500. И они на самоклейке, девочки, на самоклеечке. То есть я взяла с собой карандашик и ножницы, это максимум, наверное, что мне пригодится. Стыки мы будем с вами вот так вот вырезать, просто ножничками, да, и стыки в стыки вставлять, чтобы не было никаких переходов непонятных. Вот бантик уже за ножницы хватается, помогать мне спешит, летит. Вот, короче, сейчас с вами приступим. Кому интересно, оставайтесь со мной. А что, улегся, помощник? Неси ножницы. Еще, кстати, как видите, у меня здесь большие зеркала, и вот просто я сейчас только что за 2 минуты протерла вот этим средством, уважаю, взяла его в Фаберлик, и даже не знала, что оно так просто работает. Ничего не нужно тереть, и даже не нужны специальные тряпки. У меня просто обычная какая-то тряпка махровая, типа полотенце. Я его так попшикала и просто протерла, девочки. Я даже 2 раза не проходилась. Идеальные стекла. Я теперь вообще не боюсь. Я даже не знала, что так просто. Я всегда натирала раньше. Все, закончились тяжелые времена. Не надо натирать. Я думаю, с какой стены начать. Знаете, что я думаю, с какой стены начать? Думаю начать, наверное, вот отсюда, потому что здесь... Сейчас я поставлю камеру и буду показывать вам. Вот здесь у меня стена. Здесь прям подходит вот стык. Я вот так вот здесь делаю клей, чуть-чуть подлазиваю. А здесь у меня, смотрите, прям заворачивается. И я смогу даже еще, даже еще я думаю, скрыть вот эту вот стену, которая здесь не очень красивая. Вообще мы планируем там сделать красивенько все, но пока я экспериментирую вот с этими наклейками, я могу позволить себе все. С ними что удобно еще, я думаю, что их потом можно будет легко отодрать и сделать уже нормальный ремонт, который ты хочешь. Мой муж вообще против, честно говоря, вот этой фигни. Он говорит, это вообще не то. Не буду называть словами, какими он называет, потому что я так не вижу. Я вижу очень даже прикольненько. И мне будет все нравиться. Думаю, все замечательно. А главное, быстро и недорого, понимаете? Нежели разводить тут целое я не знаю что. Я не готова. Я вот хочу пока так. А может кирпичики это не мое? А может мы захотим что-то другое? Вот он как бы не особо за кирпичики, да? А я за кирпичики. Я должна реализовать этот момент. Кирпичи должны быть белые дома, в конце концов. Так что пока что я попробую вот этот момент. Отсюда начнем. Сейчас я вымерю. Сейчас я вымерю вот так. И начнем снизу клеить. И вот так заворачивать. И вот здесь, наверное, надо будет как-то обрезать. Либо здесь обрезать. Я, наверное, вот здесь обрежу вот эту краемушечку, чтобы она еще более плотно туда встала. Что у нас здесь, кстати? Внутри она у нас ровненькая, без каких-либо переходов. Да, я краемушечку сейчас обрежу, чтобы там прям впритык было. И начну снизу. Может, зря я это делаю, не знаю. Открываем нашу наклеечку, снимаем. Надеюсь, будет все хорошо липнуть. Ну, а что там пушит уже? Иди, кайф, давай. Ну. Так, первый пошел. Первый получился прям идеально классно. Он мне так нравится. Так красивенько. Продолжим дальше в том же духе. Девочки, прикиньте, я увидела, что у меня все белые, а этот немного желтоватый. Он не подходит. Прикиньте по цвету. Он желтоватый. Давайте отклеиваем его скорее. Офигеть, как ты это любила. Офигеть, блин. Офигеть, надо все сравнить. Самое интересное, я их все проверяла и смотрела, когда покупала, чтобы они были все с одной партии. Но видите, как получилось? Они все не с одной партии. И, короче, нужно внимательно будет это посмотреть. При свете, нормальном. Все. Вторую сделала так же, и теперь клей. Сейчас сравнила, вроде все одинаково точно. Очень липкий здесь клей, просто никуда не отлипнет. И прямо даже к рукам и к пальцам прилипает. А, нет, нет! Нет, 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 не портся, нет! Ну, пожалуйста, ну что такое? Да нет, нет! Она очень прилипает. Это просто какой-то кошмар. Девочки! Да ешкин кот! Вы понимаете? Это трэш какой-то. У меня принес носок. Вы видите? Это просто какой-то клей сумасшедший. Все, носок испортился. Ужас! Блин, котты должны вообще просто свалить. Все, посмотри, я не могу отлипнуть от нее. Блин! Я думала, все будет так просто. Кошмар какой-то. Кошмар какой-то. Так, эту я оставлю. Мало ли пригодится там на что-то доделать. Я не знаю, как. Я не знаю, как делать. Может, мне руки маслом смазать? Потому что это трэш. Какое липкое. Посмотрите, оно прилипло на мою ногу, и все. И все. Что за клей там? Девочки, на ровном месте минус 500 рублей просто. Короче, я решила сделать так. О, как символично мы начинаем. Я решила кусочек вот здесь сначала отрезать вот так вот. Вот так вот, прям вот так вот. И сначала его сделать туда в уголок. А потом продолжим. Я в тюрьму, в тюрьму. Все она разбила из бусы, Райчик. А-а-а-а! Это ужас! Кошмар! Короче, это просто какой-то трэшняк вообще происходит. В чем дело? Это им нужно сразу так раз и заклеивать. Вот здесь вот. Здесь у нас будет уголочек. Планируется. Девочки, еще один момент. Это, я думаю, очень полезно будет. Короче говоря, у меня не было этой штуки отдельной партии. Дело в том, что когда ты отклеиваешь вот эту наклейку, она с обратной стороны, видимо, просто подложку делает, и оно кажется белым. А когда ты снимаешь, оно более такое прозрачное и становится более желтым. Поэтому, когда мы прикладываем это, оно кажется белее. А когда мы снимем подложку, то оно будет такого же цвета. Понимаете? Короче, я просто испортила одну штуку сама. Забыла, девочки, чтобы стыки были красивыми. Красивые забыла вырезать вот так вот. Сейчас буду пытаться вырезать вот таким вот образом, чтобы потом вставить другую в другую вот так вот, чтобы не было... Ну, вы поняли, да? Я не знаю, оно прилипает насмерть. Как я сейчас это буду делать, не знаю. Так, вырезала здесь вот так маленькие все. И вот там наверху, видите, тоже вырезала все. Теперь просто клею вот так стык-стык, и получится должно красиво. Девочки, ну вот что я сделала. Я сделала только одну вот эту линию, и вот там. И у меня заняло все это 2 часа. 2 часа. Время 16. 11, уже начало 5. Я не знала, что это будет так долго. Но сейчас я приноровилась, может быть, сейчас будет уже быстрее, конечно. Вот. Здесь видите темное пятнышко. Кстати, это темное пятнышко, это я не отодрала наклейку. Кусочек наклейки. Ее очень сложно прям с середины отодрать. И такая, думаю, да, пусть будет. А теперь вижу, что нужно все отдирать, все наклейки, иначе такое пятнышко будет. Но дело в том, что я думаю, что я буду еще покрывать это каким-то матовым, а может даже беломатовым лаком. То есть, чтобы еще оттенок придать холодненький, потому что пока что как-то желтовато, что ли, мне кажется. По сравнению с моим, видите, белым везде, белесым, этот идет такой тепловатый оттенок. Короче, сейчас вот здесь хочу доделать уже, наверное, остальное оставлю на завтра. Офигеть мне, сколько еще нужно сделать. И мне, конечно же, не хватит всего этого. Я использовала, испортила. Две испортила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук осталось. Значит, восемь я уже использовала. Две испортила, пять использовала. Такой вот срач. Так, ну что, мои хорошие, все, на этом я и остановлюсь. Свет включу. Все, я сделала одну вот эту вот сторону. Наверху у меня получилось немножечко пространства много, но, в принципе, это можно задекорировать любыми там вещичками. А я думаю, даже и не... Ну, я имею в виду, знаешь, плинтус вот этот, который... Но вообще, я думаю, ничего страшного. Когда я покрою это все все-таки в белый цвет, я думаю, покрасить все это дело, то оно и не будет особо сильно заметно границы. Вот. Вот эти, кстати, моменты маленькие. Вот видите, я беру один кирпичик вырезаю и вот так вот раз наклеила сюда. Ну, это, может быть, даже все потом уберется. У нас уже куплены специальные штуки такие сюда, уголочки, такие штуки. Это просто я решила попробовать, как оно будет смотреться. В принципе, неплохо смотрится, допустим, вот с этой стороны, да, раз и все. А здесь можно уголочек красиво какой-то декоративный сделать. Вот, и там надо обрезать еще. Вот. А в целом смотрится, ну, вот так вот, да, все здесь сделала. А, и вот сюда еще маленькие пооставались у меня прям маленькие сюда наклею. И они нормально смотрятся. Вот они, которые я вырезаю для стыков, они остаются. Короче, сегодня я уже не успеваю все доделать. Оказалось, это очень муторное дело. Поэтому завтра, и хрен его знает, завтра я вообще... То есть, если я сегодня 2-3 часа даже уже потратила на вот это вот все дело, да, а у меня здесь в 3 раза больше еще осталось. Да, я не знаю, сколько я буду это клеить. Ну, буду надеяться и верить, что завтра я все сделаю. Все. Мусор собрала, один пакет сегодня вынесу. Фух. В общем, девочки мои, я так понимаю, это день следующий. Сегодня я целый день снимала. У меня сегодня не было возможности абсолютно клеить. Я уже практически вот прям уже заканчивала видео и бежала за малым садом. Вот сейчас мы пришли, и я, конечно же, устала и не хочу клеить. В общем, вот что есть на сегодняшний день. Как это выглядит сейчас, честно говоря, мне не очень нравится. Еще вчера вечером я списалась с одной из своих подписчиц, и она меня хотела предупредить, но было уже поздно. О том, что они тоже поклеили, купили, она увидела у меня во влоге, они купили такие же наклейки и поклеили. И, короче, она говорит, там все прилипает, там вообще, короче, мы намучились, там немного клеили, но намучились и типа не советуют. Вот клей, кстати, она сравнилась как с монтажной пеной, знаете, как будто бы влазить, и все это весь в клею. Я говорю, поздно, моя дорогая, я уже наклеила. И, короче, мы с ней посмеялись, как это на самом деле неудобно все клеить. Поэтому, видите, как непросто, и возвращаться к этому мне совершенно не хочется. Оттенок этих кирпичей мне не нравится, по-любому я его буду красить. У меня даже какое-то такое ощущение, знаете, издалека, когда смотришь, я даже не пойму, это кирпичики или не кирпичики. Настолько, наверное, маленькая вот здесь вот проемина, да, либо это из-за этого цвета, так кажется. Но вот как будто, знаете, нет ощущения кирпича, вот что я вам скажу. Есть ощущение какой-то просто вот типа белой стены, может быть, это из-за этого желтого цвета, так кажется. Сегодня еще мои близкие были в Меге, сказали, что Леруа закрыта, и теперь Леруа, наверное, только на доставке. Как вот в период, когда только началась у нас вот эта самоизоляция и все такое, так что нет смысла ехать за ними, за вот этими наклейками, мне их проще заказать, я не знаю, через сколько они придут. В общем, я продолжу все это клеить, потихонечку будем все это дело наблюдать, но и в конце концов нужно будет потом все это покрасить. Поэтому растянется это на много влогов, но думаю, для тех, кто просто попал впервые на мое видео, да, и думают делать эти кирпичики или нет, я вам скажу, наверное, все-таки нет. Но я уже начала, и, конечно же, наверное, я закончу, не уверена даже. У меня было вчера желание вечером просто это все поздирать, но еще я понимаю, что так просто это все не содрать. Вот если мы захотим сделать нормальную прихожую, да, как планирует мой муж, то, боюсь, вот эта вот зачистка, издирание вот этого всего, это у нас тоже займет очень много времени, энергии, сил и нервов. Вот, ну, ну ладно, что делать. Пока что коты не дерут ничего там, и слава богу. Поэтому сейчас неделя выходных впереди, и я не буду сломя голову, так как я вам обещала это видео, да, я не буду сейчас сломя голову, скорее это все дело клеить через нервы, через усталость. Поэтому часть я наклеила, показала вам, как это смотрится, плюсы-минусы. Вы как бы делаете сами выводы, да, решайте сами, иметь или не иметь. Но я ожидала большего от вот этих вот панелей. Поэтому это видео, наверное, я закончу, чтобы оно не было длинное, и не буду сюда больше ничего снимать. Уже следующий влог как бы начну просто, просто влог. Вот, и, кстати, вас ждет новая рубрика. Я уже наснимала несколько видео для новой рубрики на этом канале. Так что ждите и поддержите меня. Все, я вас люблю, целую. Надеюсь, мое видео было полезным. Может быть, кому-то сохранила денежки или подготовила к чему-то, чтобы знали, что ждать от этих панелей. Люблю вас, целую. Прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова